Друзья, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео мы с вами порассуждаем над темой того, как PlayStation 5 может обойти Xbox серию X. Я понимаю, что данный ролик несет противоположную позицию моего канала, но я все же хочу рассмотреть подобный исход события, поскольку битва за 9 поколение будет все-таки интересной. Если что, все что будет сказано в видеоролике это лишь мои рассуждения, то есть это не какой-нибудь там факт, а просто некий исход событий на консольную ситуацию. Советую ролик смотреть от начала до конца, чтобы понять мои мысли правильно. И как всегда перед началом ролика попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, чтобы помочь самому каналу и чтобы продвинуть немножко видео. Спасибо. Начнем с того, что о Xbox серии X в данный момент известно намного больше, чем о PlayStation 5. И в данном случае японская консоль выступает в роли темной лошадки, которая будто выжидает своего часа. Ведь о ее характеристиках, цене и размерах можно лишь только догадываться, и все что о ней известно это лишь некие инсайды, которые могут не подтвердиться. И пока абсолютно все обращают внимание на терафлопсы нового Xbox и восхваляются технологиями, которые значимы по большему счету разрабам игр, никто не задумывается о том, что терафлопсы могут быть не главным фактором в выборе той или иной консоли. Сразу скажу, что я ни в коем случае не хочу обосрать ни плойку, ни Xbox, мне пофиг кто будет меньше или больше продаваться. Мне в данной ситуации интересен хайп вокруг этих консолей, ну а также поведение массы игроков, а также блогеров. И в этот раз я просто хочу обратить ваше внимание на те факторы, которые в данный момент почему-то мало кто учитывает. И если вдуматься, то при таком исходе, о котором я вам расскажу, плойка опять может без проблем занять лидирующие позиции в выборе игроков. Как мы все знаем, терафлопсы с момента выхода Xbox One X стали для всех неким аргументом к тому, что тот же Xbox One X намного лучше прошки, поскольку он мощнее. Знаете, всегда угораясь с того, как люди относятся к слову мощнее. При выборе телефона, при выборе консоли и прочих устройств, многие применяют аргумент, но он ведь мощнее, а я хочу покупать все самое лучшее, поэтому в принципе я его и беру. Но если же вдуматься, то во многих устройствах, а конкретно в консолях, та самая мощь это не самый главный фактор при ее выборе. Почему я на этом делаю акцент? Многие, выбирая консоль, используют рассуждение как при выборе ПК, но это не очень правильно, так как это совершенно разные устройства. И если при выборе ПК и его комплектующих вы все-таки должны и обращайте внимание на ту самую мощь, но поскольку чем производительнее комп, тем меньше будет тормозов, больше графических возможностей, но также больше срок актуальности, то при выборе консоли это практически бессмысленно делать, поскольку ее мощь ограничивается по большему счету поколением, в котором она рождена. И какой бы мощной новой консоль ни была, она все равно будет практически равна мощности своего главного конкурента. И вспоминая слухи про Xbox серию X, можете быть уверены, что PlayStation 5 не будет капец как уступать по мощности. Да, террафлопсов может быть там будет и меньше, но те же 4К и 60 FPS, я думаю она без проблем сможет предоставить. Та же прошка, она слабее по тем же террафлопсам, чем Xbox One X, но показывает не такие уж плохие результаты, чтобы ее можно было поливать говном. Многие играют, радуются и в этом нет ничего плохого. И исходя из этого, теперь вам вопрос на засыпку. Заплатили бы вы больше за те же самые 4К и 60 FPS? Я думаю, что вряд ли. Как вы заметили, мы плавно перешли к ценнику. Как по мне, ценник это один из главных факторов, по которому многие будут выбирать новую консоль, и особенно в России. Представим такой сход. Новый Xbox в России официально будет продаваться за 50 тысяч рублей, кстати это вполне возможно. И иметь на борту те самые великие 12 тарафлопс. А та же плойка будет продаваться чуть дешевле. Ну к примеру за 42 тысяч рублей, так как железо у нее будет чуть слабше. Но при этом она будет предоставлять вам те же самые 4К и 60 FPS, поскольку это скорее всего будет некий стандарт для новых консолей. Как бы вы не хотели и как бы вы не отрицали, но многие переобуются и купят то, что дешевле, и будут восхищаться практически такой же плюс-минус графикой. Это то же самое, как многие сейчас покупают S версии Xbox, в то время как S у плойки стоит дороже и она мощнее. И вопросом, а зачем платить больше, задумаются многие. Но знаете, мне кажется, что майки на этот счет немножко подсуетились и выпустят сразу несколько версий консолей и думаю, что одна из них будет стоить меньше, чем новая плойка. Помимо цены, многое будет еще зависеть от старта продаж. Я не буду рассуждать по миру, остановлюсь лишь на территории РФ. Если PlayStation 5 выйдет раньше, чем Xbox Series X и по каким-то причинам Xbox выйдет в России позже, чем во всем мире, ждите ту же самую ситуацию, как у Xbox One. Многие просто не будут дожидаться и накупят плойку, поскольку альтернативы по сути просто не будет. На самом деле, во времена старта продаж новых консолей, а именно PlayStation 4, многие игроки Xbox 360, с которыми я играл лично, купили из-за этого плойку, ибо год сидеть на старом поколении никто не захотел. Помимо самого выхода, будет влиять и отношение компании к российским пользователям. В него я включил ценник на подписку, возможность приобретать подписки, русскую озвучку в играх и просто завоз дисковых копий на полке магазинов. Если майки не пошевелятся в России и вся ситуация будет напоминать начало продаж Xbox One, будет точно такой же исход. Если вдруг кто-то не помнит, то полки магазинов, касающихся Xbox, практически пусты. И это не потому, что все раскупает, а потому что очень мало завозят. Те же самые аксессуары, наушники иногда тяжело найти, нежели такие же товары для плойки. Помимо этого, решит исход и реклама. Как вы все знаете, плойку намного больше рекламируют, чем Xbox, и я уверен, что это будет продолжаться. И в данной ситуации, многие также могут купить плойку, поскольку о новом Xbox могут и не слышать. Человеку, который всем этим интересуется, покажется, что это абсурд, я соглашусь. Но не поверите, многие даже не знают, что такое Xbox и чем он отличается от PlayStation. И как раз таки, путем рекламы, Sony могут без проблем донести свой посыл и показать, что их консоль намного лучше. И знаете, у многих такая логика, что реклама то и лучше, и при таком условии, PlayStation по-любому выиграет. Сюда же я отнесу и блогеров. И если майки не подхватят волну и никак не будут взаимодействовать с топовыми блогерами, а Sony это сделает, то опять же ждите такой же исход, как у Xbox One. Поскольку обзоры того же Шевцова, Логвинова и прочих лидеров мнений, очень могут сказаться на репутации консоли. Вспомните, как после Логвинова, многие хейтили Хуан за то, что он тяжелый. Да, это бредово, но многие делали на этом акцент. Кроме этого, у многих сохранился опыт и слухи про старые консоли. Если же у Sony практически все с этим идеально, то многие новый Xbox могут сразу воспринять как говно. Так как многие во времена Xbox One были капец как о нем наслышаны. И 720p, и нету эксклюзивов и так далее. Не поверите, но многие даже сейчас хейтят Хуан, думая, что диски там одноразовые и без интернета там не поиграть. То есть, несмотря на то, что консоль будет новой, косяки старой консоли будут помнить и уже негативно относиться к новому Xbox. Да, это бредово, но такое тоже может быть. И возвращаясь к мощности, а конкретно к тарафлопсам, хочу затронуть тему игр. Как мы все знаем, взгляд на эксклюзивные игры двух платформ совершенно разные. И если же Sony гонится за красотой и реалистичностью, то майки в большей степени склонны к фановому мультиплееру. И тут я хочу сказать следующее. Несмотря на то, какое железо будет внутри, консоль все равно покупают ради игр. И если все купленные студии у майков плевали в потолок, рисуя больше мультяшных игр по типу Battletoads, то эти тарафлопсы как по мне сведутся к нулю. Опять же, опираясь на нынешний опыт консоли, я все еще не понимаю, почему люди гонятся за мощностью, когда в принципе игры одни и те же и картинка практически одинаковая. Но самое мне непонятно, почему люди пытаются насчитать в своей игровой платформе больше пикселей, а не офиговать от реалистичности графики. В данной теме мне больше нравится позиция Sony, что они делают картинку красивой, нежели четкой. И те же эксклюзивы даже на Slim версии выглядят безумно красиво. И гнаться за тарафлопсами без хороших проектов, сделанных именно под них, я лично не вижу смысла. Если кто-то верит, что новый Xbox может выдать 8К и 120 FPS, то это мне кажется произойдет только лишь в каких-нибудь малотребовательных проектах по типу Ori. Но такой вопрос, а стоит ли вообще гнаться в таких играх за такими показателями? Я все еще играю на 1080p и доволен как слон, и как по мне 4К и 60 FPS хватит с головой. И на мой взгляд, мне кажется логичнее париться над визуалом картинки в целом, а не над разрешением. В принципе майки молодцы, что они делают консоль мощнее, на это тоже немало кто клюнет. Но цена и игры могут быть сильнее тех самых тарафлопс. И на мой взгляд, радоваться и говорить на этом этапе, что лучше, а что хуже, ну просто бессмысленно. Поскольку ни одного проекта пока еще не показали, и еще рано ликовать, насколько те самые тарафлопсы хороши. У майков есть все шансы, чтобы победить в 9-ом поколении, но сделают ли они это, пока неизвестно. Вспоминая возможный туз в рукаве в виде новых студий, которым опять же многие радовались, После бетки того же Bleeding Age, все поняли, что может быть не все так сказочно, и как бы фигово бы это не звучало, но наличие новых студий, это еще не означает, что у них будет только масштабные проекты. Опять же, кто победит, кто нет, мне лично все равно, ибо я все равно склонен больше к Xbox, поскольку полностью перейти на другую консоль, где у меня не будет игр и друзей, будет сложновато. Но так или иначе, мне очень будет интересно понаблюдать за всей этой ситуацией, которая будет твориться в сети. На самом деле, я просто запасаюсь попкорном и буду ждать шоу. Кто раньше голосил, что плойка мощнее, она лучше, тот будет говорить, что у него есть эксклюзивы. У кого будут тарафлопсы, у того все эксклюзивы будут слиты на ПК, короче, шоу только начинается. Если же по факту, то несмотря на то, какие будут новые консоли, берите то, что считаете нужным, это будет самый правильный выбор. На этом, в принципе, я видео и закончу, если понравился видос, то с вас лайк, подписка на канал, и напишите свое мнение по поводу того, что может помешать новому Xbox обогнать новую плойку. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok